В Кишиневе приземлился четвертый чартерный рейс, вылетевший из Тель-Авива с гражданами Молдовы на борту. Спецрейс организован бизнесменом Илоном Шором. По его словам, заявки от наших соотечественников продолжают поступать. Сегодня домой вернулись 275 человек. В прямом эфире с нами на связи наш корреспондент Ирина Шкаль. С места событий Ира, добрый вечер. Что сейчас происходит в аэропорту? Здравствуй, Богдан. Сейчас мы находимся в международном аэропорту Кишинева, где сегодня уже приземлился четвертый чартерный рейс из Израиля. На борту было 275 граждан, большинство из которых Молдовы. В аэропорту также большое количество встречающих, ожидающих. Мы стали свидетелями большого количества встреч. Люди очень благодарят Илона Шора, бизнесмена, благодаря которому их родственники, любимые и дорогие смогли наконец-то вернуться домой. Уже стала традицией организатора эвакуации наших граждан из Израиля первым делом. После их возвращения накормили людей импровизированным обедом, а также предоставили им транспорт. Некоторые не сдерживали эмоции. Мы стали свидетелем разных улыбок, слез. Прилетевшие из Израиля, нам также сообщили, что билеты очень сильно подорожали. Цена на них стоит до 1000 евро. Они также поделились с нами то, что обращались не раз в правительство Молдовы, а также в посольство Молдовы в Израиле, но никакой помощи так и не получили. Они также поделились с нами информацией, что на рейс быстро зарегистрировались, получили помощь от организаторов практически мгновенно. Ожидание заняло не больше нескольких часов. По данным медиа в Израиле зарегистрировано более 13 тысяч граждан, которые по большей части работают в сфере строительства и услуг. На данный момент из Израиля в Молдову при содействии бизнесмена Илона Шора вернулось уже около 1000 человек. Также мы поговорили с организаторами, которые поделились с нами информацией, что получили еще более 2500 заявок, которые уже обрабатываются, и будет организован в Молдову еще не один чартерный рейс, благодаря которому будут возвращены еще тысячи наших сограждан. Сегодня приезжает еще один рейс. Мы будем дальше наблюдать за обстоятельствами. Спасибо. Спасибо, Ира. Будем на связи.